Пенсия увеличится, а пенсионный возраст останется прежним. О новых изменениях пенсионной формулы и других маневрах развития пенсионной системы России Министерство труда рассказало на видео пресс-конференции. В режиме реального времени подробности предстоящей реформы узнали все административные центры России. Брянск не стал исключением. Всероссийскую селекторную конференцию провел министр труда и социальной защиты Максим Топилин и его заместитель Андрей Пудов. Представители Минтруда рассказали о новой пенсионной формуле, которая должна вступить в силу с 1 января 2015 года. Проект порядка формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии уже одобрен правительством и вынесен на обсуждение в Госдуму. Депутаты обсудят новый законопроект в конце ноября. Поправки закона об обязательном страховании продлевают срок выбора накопительной части 6 или 0% до конца декабря 2015 года. Такой же срок установлен и для перехода в негосударственный пенсионный фонд. Таким образом, до конца 2015 года гражданам можно не торопиться отдавать накопительную часть пенсии в негосударственные фонды или в руки управляющей компании. Кроме того, все негосударственные пенсионные структуры должны пройти обязательные госпроцедуры. И только потом, когда государство убедится в их надежности, НПФ и смогут работать. Что касаемо пенсионного возраста, то он, по словам Максима Топилина, не увеличится. Но министр труда отметил, что выходить в бессрочный отпуск позже гражданам будет выгоднее. За каждый год более позднего выхода на пенсию страховая часть будет увеличиваться. Она же будет расти и в нетрудовые периоды. Например, военная служба или уход за детьми до полутора лет тоже зачтется. Невыгодно будет будущим пенсионерам получать зарплату в конверте. Чем меньше работодатель внесет отчислений за сотрудника, тем меньшую пенсию получит последний. Новая пенсионная формула начнет действовать с 1 января 2015 года. Однако Минфин и Минтруд предусматривают 7-летний переходный период. Как отметил замминистра Андрей Пудов, конвертация пенсии направлена только на увеличение выплат. Юлия Романюк, Игорь Венчук, телеканал РНТВ Брэнск. Кстати, о негосударственных пенсионных фондах. В последнее время участились случаи, когда представители коммерческих компаний предлагают отказаться перечислять накопительную часть пенсии в государственный фонд. Причем происходит это на дому, без показа полной документации о компании. Будьте осторожны, не открывайте дверь незнакомым людям и не предпринимайте поспешных решений. Компания, которая предлагает вам услуги, может оказаться недобросовестной.